Победили, наверное, надо будет победить, будет, как бы сказать, удовлетворение, если сказать, по самой игре. В принципе, не знаю, что Витярс хорошая команда, потому что он меня продемонстрирует. Что касается самой игры, в первом тайме очень слабо развивали атаки за счет того, что очень медленно находил мяч. Надо было быстрее разворачивать, подстраиваться, не было подстроения, которое мы просили, не было открывания за спину, не было вхождения между лениями, то, что просили. Но все равно одна из атак, которая, в принципе, получилась, как говорится, хорошая, из нее заработали пенальти. Мы угрозировали. Во втором тайме немножко хотели перестроиться, улучшить, наверное, качество именно контроля мяча и открывания. Но как-то, наверное, в этот раз немножко не угадали, наверное, с перестроением. То есть мы треничный штаб не угадали, переставали, наверное, игру. Видите, даже, наверное, можно сказать, немножко инициативу к своей руки прибрало. Что вылилось, наверное, потом в забитый гол. Ну и потом, когда уже все забитого гола, уже в Витебске, наверное, тоже хотел сохранить, может быть. Шла такая нервная концовка. У них были моменты. На плане шестнандартные нужды мы заработали, где мы могли опять. Плюс, хорошо, как говорится, что выпустили Лошкину, которая сработала. За него на нападающих оказался мучить. Ну, видите, за голубой. В принципе, мы уже раньше начали усиливаться, усиливаться. То есть хотели в атаке, наверное, более острее выпустили и Валенсича, вместо Бакича. Хотели, чтобы Фил добавил сохранение мяча. Плюс, если у него хорошее качество нападающего, то есть надо работать с мячом, сохранять его. После этого выпустили еще и Ладехова вперед на габаритную нападающую, которая может решить, не габаритную, а может решить эпизоции, но, скорее всего, так. Ну, и потом уже в конце, конечно, выпустили Лошкину, чувствуется трехворобочная, китаться в аэроскопиле. Что касается Вильяма, то у него серьезные повреждения, которые требуют двух месяцев, наверное, на восстановление. Что касается пешей, все пешей, пешей потихоньку начинает тренироваться. Ну, будет пробовать, посмотрим чуть дальше. Конечно, не хватало Антона, который дает креатив, управление, скорость, которая может быть. Конечно, это не хватает. На их месте есть другие футболисты, которые должны показывать причастность к клубу и приносить им пользу. Все равно был игрок команды, он тоже чувство воздевал. Мы его взяли сегодня. По газорому спасибо работникам. Они всегда здесь пытаются для нас сделать самые лучшие условия. Просто вчерашние игры, то, что я посмотрел, было немножко обоязно за поле. Но, как ребята вышли, сказали, что после такого дождя, как бы, полное соответствие, конечно. Спасибо еще раз за корюшу газону. Что касается каких-то приоритетов в кубке, за кого болел он куб, я и с одним, и с вторым главным тренером. То есть, я знаком, и приоритет кому-то дать тяжело было. Я готовился к своей игре, чисто-чисто так. Чисто был нейтральный, наверное. Кто был сильнее, тот был достойный. Я лично не поздравил, но знаю, ребята наши, многие поздравили. То есть, у меня еще не было времени, но вот сейчас поздравляем его. И Костя Кучинский был у нас, и Материчик был у нас, так что они, конечно, молодцы. Поздравляем нашу команду. Может быть, эти предыдущие игры, где мы сыграли в ничью, они меня больше, наверное, по качеству устраивали. К сожалению, да, у нас много и сегодня не получалось. Есть, опять же, над чем работать, очень много вопросов после этой игры. Есть. Но хорошо, что произошла победа. Это, как бы, в любом случае, положительные эмоции, которые есть сейчас в команде, что выиграли последние. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!